Когда впервые узнал про эту историю, улыбался долго, потому считаю, что и улыбнётесь и вы. Насколько это правдивая история, сказать сложно, но по умолчанию будем считать, что оно так и было. Во время Советско-финской войны победоносный для Советского Союза на передовую приехал журналист одной военной газеты, дабы запечатлеть в веках успехи РКК. А они были, безусловно были. Кстати, после этой войны СССР объявят агрессорам, чувствуете аналогию, и исключат из Лиги нации, поскольку Союз отожмёт у финнов 11% территории. И вот очередной бой между РКК и финской армией. Полки схлестнулись в схватке, которая закончилась непривычно быстро, почти моментально. После сражения репортер с рвением опрашивает участников баталии. Строчит репортаж, добавляет свои впечатления. Статья для газеты готова и, естественно, отправлена в редакцию. К очередному выпуску она уже должна была появиться. Главное, сочное, громкое название. Ну, чтоб у рабочих и крестьян не осталось сомнений в непобедимости советской армии. Редактор думал-думал, как бы получше озаглавить репортаж. Придумал! Газета выходит в свет, она передавится чёрным по белому. Да так крупно! Наша доблестная красная армия выебала финские батальоны. Обратили внимание на выделенное слово? Так вот, вся шутка заключалась именно в нём. Если редактор вроде бы всё написал правильно, то наборщик малость ошибся, скорее всего, по невнимательности. В общем, допустил он в слове «выбила» две ошибки. В результате она стала хоть и не очень цензурным, но чрезвычайно ёмким. Хоть вместо буквы «Е» стояла «И», только это сути не меняло. Учитывая, что весь тираж газеты разлетелся в мгновение ока, то за ёмкое слово редактору тут же стал светить реальный срок. Раз он главный, то несёт полную ответственность. Тогда с законом шутки были плохи, особенно такие. Редактор загрустил, там ведь и до расстрела недалеко. Но случилось маленькое чудо. Об необычной публикации в газете узнал маршал Будённый. Решил убедиться собственноручно. Когда его очам предстало название статьи, он, говорят, многозначно хмыкнул и сказал «Заголовок сильный, боевой, хороший, только сдаётся мне, что это слово должно писаться всё-таки через букву «Е». Прочитав статью Будённый, убедился, что в названии соответствует сути написанного. Потому и с лёгкой руки маршала редакторы простили». Вот такая вот забавная история. Если где-то и приукрасил, то самую малость понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ставьте лайки, оформляйте подписку на этот канал. А кто не подпишется, тому мы отключим YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok